Гуи де Мепассан Баронесса де Гранжури бросила на канапе книгу, которую читала и с любопытством смотрела на Аннет, заранее смеясь. Наконец она спросила, ну что еще набедокурила? О, дорогая, дорогая, это так смешно, так смешно. Представь себе, я избавилась, избавилась, избавилась. Как избавилась? Так, избавилась. От чего? От мужа, дорогая, избавилась. Я освобождена. От мужа, дорогая, избавилась. Я освобождена, я свободна, свободна, свободна. Как свободна? В каком отношении? В каком? Развод. Да, развод, я могу получить развод Ты развелась? Да нет еще, какая ты глупая Ведь за три часа нельзя развестись Но у меня есть доказательство Доказательство, доказательство Что он мне изменяет Его застали с поличным Подумай только, застали с поличным Он в моих руках О, расскажи, значит он тебе изменял? Да, то есть, как сказать И да, и нет, не знаю Но у меня есть доказательство А это самое главное Как же тебе удалось? Как удалось? А вот как Я повела дело ловко, очень ловко За последние три месяца он сделался невыносим Совершенно невыносим Групп, дерзок, деспотичен Словом, отвратителен Я решила, так больше продолжаться не может Нужно развестись Но как? Это было нелегко Я пыталась устроить, чтобы он побил меня Но на это он не шел Он только ссорился со мной с утра до вечера Заставлял меня выезжать, когда я не желала И оставаться дома, когда мне хотелось обедать в гостях Он целыми неделями отравлял мне жизнь Но все-таки не бил меня Тогда я попыталась узнать Не завел ли он себе любовницу И что же? Так оно и оказалось Но, отправляясь к ней, он принимал множество предосторожностей Застичь их вместе было совершенно невозможно Попробуй-ка догадаться, что я сделала А не могу Хо-хо-хо, никогда не догадаешься Я упросила брата достать мне фотографию этой женщины Любовницы твоего мужа? Да, Жаку это обошлось 15 луидоров Стоимость вечера до 12, включая обед В общем, по 3 луидора в час А карточку он получил даром, в виде премии По-моему, он мог бы добыть ее и дешевле С помощью какой-нибудь уловки И без необходимости получить в придачу оригинал О, она хорошенькая Жаку это было отнюдь не противно И, кроме того, мне нужно было узнать разные подробности О ее талии, груди, коже, ну и о многом другом Не понимаю Сейчас поймешь Узнав все, что мне было нужно, я отправилась к одному Как бы это сказать? К одному деловому человеку Знаешь, к одному из тех, кто занимается понемножку всякими делами Какими угодно К агенту по разным изоблачениям К одному из тех, из тех, ну, сама понимаешь Да, приблизительно А что же ты ему сказала? Я показала ему карточку Кларисы Ее зовут Клариса И заявила Сударь, мне нужна гордичная, похожая вот на эту особу Я хочу, чтобы она была хорошенькая, элегантная, ловкая и опрятная Я заплачу ей, сколько потребуется Пусть это мне обойдется хоть в десять тысяч франков Не беда Понадобится она мне не больше, чем на три месяца Ну и удивился же этот человек Он спросил Вам нужна гордичная безукоризненного поведения? Я покраскела и пробормотала Да, в смысле частости А в смысле нравственности, продолжал он Я не посмела ответить Я только покачала головой в знак отрицания Но вдруг сообразила, какое у него могло возникнуть подозрение Я, очертя голову, крикнула Сударь, это для моего мужа Он мне изменяет, изменяет где-то на стороне А я хочу, я хочу, чтобы он изменял мне дома Понимаете? Я хочу его поймать Человек расхохотался И по его взгляду я поняла, что он проникся ко мне уважением Он даже нашел, что я очень изобретательна Держу пари, что в эту минуту ему хотелось пожать мне руку Он сказал Через неделю, сударыня, я подберу то, что вам нужно Если не подойдет одна, отыщем другую За успех я ручаюсь Вы заплатите мне только после благополучного окончания дела Итак, это портрет любовницы вашего супруга? Да, сударь Красивая особа и вовсе не такая худая, как кажется А какие духи? Я не поняла и переспросила Что значит, какие духи? Он улыбнулся Духи, мадам Весьма существенное обстоятельство в деле соблазна мужчины Запах рождает в нем бессознательные воспоминания, побуждающие его к действию Запах вызывает смутные сопоставления, томит и волнует, напоминая о привычных наслаждениях Хорошо бы также узнать, какие блюда подают к столу, когда ваш муж обедает с этой дамой Вы можете заказать те же самые к ужину в тот вечер, когда решите захватить его О, мадам, он у нас в руках Он у нас в руках Я ушла в полном восхищении Действительно, мне посчастливилось допасть на очень смышленного человека Часть вторая Три дня спустя ко мне явилась высокая, смуглая и очень красивая девушка Скромного и в то же время вызывающего вида Особо явно опытная Со мной она держалась вполне прилично Хорошенько не зная, кто она, я называла ее мадемуазель Но она заявила, мадам, называйте меня просто Розой Мы вступили в разговор Итак, Роза, вам известно, для чего вас пригласили сюда? Вполне, мадам Очень хорошо, милая И это вам не особенно неприятно? Мадам, я уже восьмой развод устраиваю И я привыкла А в таком случае великолепно А много вам для этого понадобится времени? Мадам, это всецело зависит от темперамента вашего супруга Побыв с муссье минут пять наедине, я отвечу вам совершенно точно Вы сейчас увидите его, милая Но предупреждаю вас Он далеко не красив Это для меня безразлично, мадам Я разводила и совсем безобразных Но позвольте спросить, узнали вы уже относительно духов? Да, милая Роза, вербена Тем лучше, я очень люблю этот запах Может быть, мадам, вы сообщите мне так же Какое белье носит любовница муссье? Шелковое? Нет, дитя мое Батистовое с кружевами Так это особо не лишена вкуса Шелковым бельем теперь уже никого не удивишь Вы совершенно правы Итак, мадам, я приступаю к своим обязанностям Действительно, она немедленно приступила к своим обязанностям Как будто всю жизнь только этим и занималась Через час вернулся муж Роза даже глаз на него не подняла Зато он прямо уставился на нее Вербена от нее уже так и разила Минут через пять она вышла из комнаты Он тотчас же спросил меня Что это за девушка? Это моя гордочная Где вы ее нашли? Ее прислала ко мне баронесса де Гранжери С самыми лучшими рекомендациями А, она довольно хорошенькая Вы находите? Да, для горнички, конечно Я была в восторге Я чувствовала, что он клюнул В тот же вечер Роза сказала мне Теперь могу вам обещать, мадам, что это больше двух недель не протянется Муссье очень податлив А, вы уже произвели опыт? Нет еще, мадам Но это видно с первого взгляда Он уже не прочь обнять меня, приходя мимо Он ничего вам не говорил? Нет, мадам, он только спросил, как мое имя Чтобы услышать мой голос Отлично, милая Роза Действуйте же как можно скорее Не беспокойтесь, мадам Я буду сопротивляться лишь столько, сколько нужно Чтобы не сбавить себе цену Через неделю муж уже почти перестал выходить из тому Он целый день слонялся по комнатам Весьма показательно для его намерений было и то, что он больше не мешал мне выезжать И я пропадала целыми днями Чтобы предоставить ему свободу На девятый день Роза, раздевая меня, скромно сказала Сегодня утром, мадам, все устроилось Я была немного удивлена, даже чуточку взволнована Не самым событием, а скорее тем, как она мне это сообщила Я прошептала И все хорошо? О, очень хорошо, мадам Уже три дня, как месье, сделался крайне настойчивым Но я не хотела уступить слишком быстро Соблаговолите, мадам, назначить время Когда вам угодно будет установить Факт Отлично, моя милая Назначим хотя бы четверг Пусть будет четверг, мадам А до тех пор, чтобы раздодорить мусе, я не позволю ему ничего Вы уверены, что это удастся? О, да, мадам, вполне уверена Я сумею так разжечь мусе, что все случится именно в тот самый час Который вы соблаговолите мне указать Назначим, милая Роза, на пять часов Пусть будет пять, мадам А где? Ну, ну, в моей спальне Хорошо Вашей спальне, мадам Теперь ты понимаешь, дорогая, что я сделала? Прежде всего позвала папу и маму Потом моего дядюшку Дорвлена Председателя суда И, кроме того, господина Рапле Судью, друга моего мужа Я не предупредила их о том, что собираюсь им показать Я попросила всех подойти на цыпочках потихоньку К дверям моей спальни Подождала до пяти Ровно до пяти О, как билось у меня сердце Дух, 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 дух Я позвала и приуратника, чтобы было одним свидетелем больше И потом, потом, когда часы начали бить Трах! Я Настежь распахнула дверь Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха... Роман был в самом разгаре В самом разгаре, дорогая Какое у моего супруга было лицо, ха-ха-ха, какое лицо, если бы ты только видела его лицо, ха-ха-ха, а он еще повернулся к нам, ха-ха-ха, болван, а на чего же он был смешон, ха-ха-ха, я хохотала, ха-ха-ха, а папа так разъярился, что готов был броситься на него, ха-ха-ха, приуратник же, верный слуга, помогал ему одеваться, придаст, придаст, как он пристегивал подтяжки, Вот была умора, ха-ха-ха-ха, а зато Роза оказалась на высоте, на высоте совершенства, она расплакалась, ха-ха, превосходно расплакалась, этой девушке цены нет, если тебе когда-нибудь понадобится, и имей ее в виду, и вот я здесь, вуаля, я сейчас же прибежала рассказать тебе обо всем, сейчас же, ха-ха, я свободна, да здравствует развод, И она завертелась среди гостиной, а баронесса задумчива и недовольно сказала, почему же ты меня не пригласила посмотреть? Гиде Мапассан Избавилась Читал Джохангир Аптулаев 23 мая 2023 год Новелла напечатана в Жильблас 22 декабря 1885 года Сохраняем эту новеллу в сборнике Орля, соответственно ее местонахождению в прижизненном издании В издании Конора она произвольно перенесена в сборник «Маленький рок» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова